Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 13 февраля и я хочу поговорить о комментариях, пришедших к вчерашнему видео. Я снимала видео, когда пикировать томаты. Тема совсем не про пикировку будет, а про то, что вот кто посеял со мной в один день, и я вчера показала вот эти всходы, все увидели, что рассада у всех разная. У кого-то вообще уже большая, у кого-то маленькая, вот у меня маленькая, и пришли такие вопросы, которые, я думаю, возникнут у многих. Я сейчас их прочитаю и отвечу сразу же, потому что этот вопрос в голове возникает у многих, просто не все пишут комментарии. Вот написала Татьяна Соколова, у меня Демидов вымахал посев с вами в один день, со мной в один день, и хотела узнать, можно ли заглублять его, ну, можно ли заглублять семенные, что там, ой, выписала, я торопилась, непонятно. Какие там маленькие стаканчики, им уже большие 500-граммовые нужно. Так, запомните этот комментарий. Потом Наталья Литвинова написала, сеяла с вами в один день, Демидов уже в два раза больше, с двумя настоящими листьями, и вот основной вопрос, почему так отличается рост рассады? И вот именно на этот вопрос, почему в разных руках рассада разная, почему вот у меня вот такие крошечные, а люди говорят, что уже 500-граммовый стаканчик мал для этой рассады. Но я начну с того, что есть естественные факторы, которые тормозят рост рассады, а есть искусственно созданные, которые мы специально сами создаем для своей рассады, чтобы она, как говорят вот девочки, не вымахала, чтобы ее не надо было вот в это время в феврале высаживать уже в большой стакан. Естественные факторы у меня, вот, например, такие, я уже говорила, как раз когда я посеяла, у нас начался вот такой продолжительный период морозов, было минус 35, минус 38, дома было очень холодно, и они, семена, которые я посеяла, грунт, конечно, был прохладный, и, как говорится, я не смогла им создать комфортные условия, они очень долго всходили. Если обычно в тепле на второй, на третий день они уже выскакивают семена, то эти семена, посеяв 26-го, только 1-го, 2-го у меня начали появляться в феврале, то есть они сидели неделю, для томатов это многовато, и до сих пор еще некоторые выходят, вылазят. Ну, неблагоприятные условия очень влияют. Естественно, у кого взошли быстро, они вот за эти первые дни, они уже расправились семидоли, выросли, это вот естественный фактор. И потом, все это время, конечно, у меня было, ну, у них были некомфортные условия, вот. Вот, и теперь искусственные факторы, которые мы создаем специально, то есть я создаю специально для своей рассады, искусственно, факторы, которые тормозят рост моей рассады. Вы, наверное, кто смотрел про полив, видели, что я говорю, что у меня всегда сухая земля. Вот за это время, сколько прошло с 26-го по 12-е, за 18 дней у меня был вчера второй всего лишь полив. То есть первый раз я полила через 10 дней после высадки, ну, после посева, и второй раз полила я вчера, всего два полива. У них была земля преимущественно сухая. Это дается не очень просто мне, потому что подходишь, ну, вот кажется, что, ну, жалко их, потрогаешь, ну, земля вроде бы суховатая, я вот так окружила вокруг них, но скрипя зубами говорила себе, нет, не надо поливать, нет, не надо поливать. Я знаю, что если им создать вот такие благоприятные условия, если будет влажная почва, они вымахают. Они начнут пить и тут же начинают разрастаться. А так как я знаю, что мне их очень долго еще придется держать дома, и в лотке, потом в стаканчике, мне нужно это оттянуть. И я вот в прошлом году говорила, и в этом году скажу, что у меня рассада, я выращиваю по принципу, мне нужно получить маленьких старушек. То есть они по возрасту должны быть уже старушки, взрослые, а по росту они должны быть маленькие. Вот пока мне получается. Вот им сейчас 26-го посев, сегодня 13-е, у них вот только первый листик лезет. Я их держу на голодном пайке, но это искусственно созданные факторы, которые тормозят их рост. То есть они не очень-то у меня, я их не очень-то пою, и у них вот сейчас весь этот период, но вот то, что холодно, это вынуждено, конечно. Но я буду стараться, вот сейчас я полила, и почти до полного просыхания грунта я буду снова их держать. Мне самое главное, вот как девочки говорят, что он такой вымахал, мало уже 500-граммового стаканчика, я не могу рассадить такое количество рассады в 500-граммовые стаканчики, потому что у меня места не будет столько в доме. Мне нужно протянуть до того периода, когда я их буду выставлять в придомовую теплицу. Вот до этого периода я буду искусственно их затормаживать, и вообще это зависит очень от многого. Вот теперь мы будем сравнивать свои посевы, и первые, и вторые. Сегодня скажу также про перцы, у которых долго не сходят. У меня тоже только начали появляться магазинные сорта перца, посеянные 26 января. И с перцами проще, они не вытягиваются, и не разрастаются так, как томаты. Но вот первый посев томатов я торможу искусственно. Я сильно не даю им пить, но еще раз повторюсь, что режим полива сокращаю для того, чтобы они не вымахали. Ведь они растут из-за чего? Из-за того, что мы их поливаем. Им хорошо, почва жирненькая, польешь, и все, они разрослись. Но иногда бывает, что вот у меня в этом году сошлись и вот эти естественные факторы, когда посадила, был грунт холодный, когда они долго там не всходили, не было им комфортных условий. Вот эти естественные факторы. И искусственно созданные вот такие неблагоприятные условия, при которых они не разрастаются, они не пышут. Я им дам расти потом. Поверьте, эти старушки, они догонят всех. Им потом, когда будет солнце, когда будет достаточно влаги, они разрастутся. Сортовые характеристики все равно возьмут свое. Они все равно все вот эти томаты маленькие, которые сейчас коротышечки, они будут толстые, они будут как бубки. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это такой, ну, небольшой ответ на вопрос, почему у всех бывает разная рассада. У кого-то растет сильно, у кого-то растет мало. Факторов много. Иногда нам самим выгодно, чтобы она росла очень медленно. Продолжение следует... Продолжение следует...